И теперь Йохран Вантерплатце, представитель правления Ассоциации Европейского Бизнеса и президент Шнайдер Электрик в России и странах СНГ. Как я подозреваю, тот человек, которому приходится доказывать политикам, что бизнес существует, что у него есть свои интересы, что есть европейский бизнес, который работает в нынешней непростой ситуации, ну и, наверное, которому не все равно, что думают политики об экономике. Да, не все равно. Спасибо, Майкл. Представитель Польши привел пример объединения Германии и мудрого решения перевода восточной германской марки в немецкие марки. Есть другие примеры, связанные с связью между экономикой и политикой. Вспомним новую сделку Рузвельта после депрессии в 20-х годах в США. Допустим, в Америке в 30-й год было принято большое количество пакетов помощи. Это делали политики. Если мы говорим о недавней ситуации, в 2008 году экономический кризис. Изначально европейские государства не очень оперативно отреагировали. Но Марио Драги, нужно помнить его слова в этой ситуации, у Европейского центрального банка необходимо сделать то, что необходимо для того, чтобы сохранить евро. И померьте, это будет достаточно. До этого более слабые страны Европы испытывали серьезное давление на свои валюты. И уже сами эти слова были достаточны для того, чтобы успокоить инвестиционный климат. Еще один пример, связанный с COVID-19, пандемией. 2019 год, март, паника повсеместно. Уже через пару месяцев Европейский Союз объявил о инвестициях, массовых инвестициях, многомиллиардных инвестициях. Затем уже были еще дополнительные инвестиции, пакеты помощи, направленные на развитие диджитализации. Конечно, это очень все важно помнить. Есть и другие примеры менее удачные. Я, конечно, буду говорить о таких менее удачных примерах, поскольку действительно очень много связано с геополитикой. То, что мы сейчас наблюдаем, геополитика зачастую убивает мировую цепочку поставок. Как технологии, допустим, как они развивались в кремниевой линии, потом продавались и технологии по всему миру, и дни, когда технологии разрабатывались и производились в Синьцзяне, и оттуда продавались по всему миру. Эти дни уже позади. Сейчас мы видим разрыв. Вот в этих поставочных цепочках, по крайней мере, есть два больших блока западной технологии для западного мира и восточной технологии для всего другого мира, для других всех стран. И возник большой вопрос. А где окажутся Россия и Центральная Азия в этой ситуации? И причина вот такого раскола связана с многими факторами. Мне хотелось бы выделить два больших, крупных фактора. Начиная с санкций в отношении Российской Федерации, а также ответные санкции со стороны Российской Федерации. Тот факт, что правительство Российской Федерации стимулирует местное производство, конечно же, следует приветствовать. Бренд Made in, сделан в России. Конечно, этот бренд существовал до 2014 года. Таким образом, Россия пыталась диверсифицировать свою экономику и уйти от зависимости от нефти и газа. Но потребовалось некоторое количество времени для того, чтобы преодолеть сложившиеся сложности, прежде всего, связанные с обеспечением безопасности. Возникло ощущение, что в любой момент может нарушиться цепочка поставки продукции, допустим, которые необходимы для обеспечения безопасности. Европейские компании, у которых были местные производства, понимали, что это реально. Но самое крупное изменение не в этом заключалось. Заключалось, если говорить о разрыве поставок, глобальных СИП и поставок, это Китай. Давайте возьмем символическое дело Huawei компании. Это оно повлияло на весь мир, и на самом деле его еще не все достаточно понимают. Вы знаете эту компанию, и ей запретили продавать свои технологии в Европу и США. Причины сложны. И действительно, есть вполне законные опасения, связанные с практикой ведения бизнеса в Китае. Прошу прощения, необходимо продавать такого рода продукцию через ВТО. Нужно было таким образом запреты устанавливать через ВТО. Нельзя было приходить к Huawei и говорить, вы не имеете права торговать теперь этой продукцией на рынках. Мы знаем китайцев, они очень дружные, дружелюбные люди. Они очень спокойные. А сейчас они просто в ярости, конечно же, они это никогда не забудут. И мы знаем, что Китай был самым крупным в мире рынком для Alcatel. И сегодня, сейчас это Nokia, Ericsson, они почти больше в Китае ничего не продают. Точно так же, как и Huawei ничего не продает в Великобритании или в Европе. Еще один пример. Западные компании не могут поставлять микрочипы в эти компании. Какова реакция? Сегодня Китай инвестирует миллиарды долларов в разработку своих собственных микропроцессоров. И завтра они, считай, поскользнулись на своих же граблях. Я уверен, что такие компании, как Intel, их будет ждать огромная конкуренция. Сегодня ее не существует, но завтра она будет. И я думаю, что вторая революция действительно очень сильно поменяла ситуацию. И люди еще этого не понимают и не оценивают. Я думаю, что таким образом у нас не очень ясные разговоры происходят вокруг России. Идет запись. Меня прервали. Мы видим все больше и больше рекомендаций относительно иностранных компаний в России. Недавно, совсем 28 августа, российское правительство еще усугубило свои ограничения на импорт радиоэлектроники. Они изменили свои правила. И сейчас клиент должен отвергать сделки по радиоэлектронике, если как минимум две компании из России участвуют. И качество здесь совсем не имеет значения. И то же самое относится к импорту и экспорту медицинского оборудования. И, конечно же, это может очень печально сказаться на российском населении, потому что население хочет использовать самое лучшее медицинское оборудование. Также все больше ограничений, которые касаются программного обеспечения иностранного, особенно, когда дело касается важнейшей инфраструктуры. Что такое важнейшая инфраструктура? В целом, ситуация нас беспокоит, потому что нам кажется, что искажаются правила игры для российских и для иностранных компаний. И мы полагаем, что лучше всего экономический рост может спровоцировать открытая экономика. Но в то же самое время, как бы иронично это ни было, мы очень обеспокоены тем, что западные политики, они все менее интересуются тем, что происходит. И некоторые из них даже выступают за такие ограничения. Они говорят, пусть Россия закроется, скоро ее экономика разрушится, точно так же, как и разрушилась экономика Советского Союза, потому что это была экономика закрытого типа. И нам кажется, что такое сравнение неверно. Во-первых, потому что в России есть первоклассные компании, такие как Яндекс, Мейл.ру, Сбер. Это невероятные инновационные компании. Они создают невероятные инновационные приложения. И во-вторых, неверно сравнивать Россию и СССР, потому что... Давайте вернемся к примеру Китая. В конце 90-х по всему миру, если мы посмотрим на китайский рынок, он был тогда совсем небольшим. А сегодня рынок Китая самый крупный в мире. И пока корпорации, мультинациональных корпораций, до того, как случился пример Китая, они не обращали особо внимания на такие случаи. И может показаться, что российский рынок – это небольшой рынок по сравнению с другими странами. Однако сегодня главы корпораций понимают, что им необходимо что-то делать, чтобы сохранить связи с бизнесом. Потому что случай России похож на случай Китая. И сегодня я уже наблюдаю, что транснациональные компании начинают свою работу с цепочками поставок. Действительно, на Западе они производят для западного мира, но они также поставляют материалы в Китай и производят на китайский рынок. И также они поставляют из Китая в другие части мира, назовем их чувствительными. И я считаю, что эта тенденция рука об руку соприкасается с трехэтапным подходом России. Действительно, мы сейчас не знаем, в какой ситуации мы находимся, она еще не исследование. Но трехшаговый подход, о котором я говорю, первое – это Россия для России, второй его компонент – это Китай для России. И я не говорю китайские компании, я говорю именно Китай. Китай для России. И только на третьем месте у нас есть Европа и США для России. Я думаю, что если принять такой подход, то это много чего изменит. Почему Россия может начать это делать? Европейские компании сейчас локализируют свое производство в Китае. И таким образом санкционируется менее товаров. И мы знаем, что Китай никогда бы не ограничил поток технологий между Китаем и Россией. И, по-моему, недостаточно просто указывать на ограничение политики, сделанного в России, и рассчитывать на коллапс закрытой российской экономики, и говорить, что это просто все пройдет. Сдвиги происходят уже прямо сейчас. Я также недавно читал заявление от глобального управляющего компании Ericsson, и он говорил о стандарте 6G, не 5G, а следующий 6G. И вот что он сказал. Больше всего я боюсь, что Китай разработает стандарт 6G, который будет отличаться от стандарта 6G по всему миру в западных странах. И я думаю, что мы можем вспомнить, что на пороге веков было два стандарта CDMA в США и GSM, который в итоге стал глобальным стандартом, и его стали использовать по всему миру. И в течение нескольких лет Ericsson, Nokia, они очень сильно расцветали благодаря использованию этой технологии. И если произойдет такое с технологией 6G, также произойдет цифровой раскол между двумя цепочками поставок, которые я упоминал. Таким образом, политика может хорошо сказаться на бизнесе, но политика с плохими намерениями может привести к определенным тектоническим сдвигам. И я надеюсь, что пандемия открыла нам глаза на глобальное сотрудничество, потому что мы можем работать вместе только если мы избавимся от порочной логики. И действительно, мы видим сотрудничество по таким темам, как изменение климата и зеленые технологии, потому что это проблема, стоящая перед всеми странами. Мы всегда выступали против санкций и угрозы санкций в качестве политического инструмента, потому что это неэффективный инструмент, и этот инструмент способствует тем сдвигам, о которых я говорил. И мы верим в нормализацию отношений и возвращение к настоящей дипломатии. Мы верим в укрепление международных институтов, таких как ВТО, и мы верим в их влияние в таких случаях, как экономические споры, потому что только в открытой экономике мы будем развиваться. И только в истинно открытой экономике Россия сможет развиваться. И это пойдет на пользу российскому потребителю. Прекрасный пример того, как бизнес понимает политику, понимает глубоко, в деталях, умеет анализировать. И, наверное, так же хорошо, если бы политики так глубоко умели анализировать экономику и бизнес.